Ловита инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, Валента фармацевтика, ПАО, Россия, КОТА и ТЕКС, А11 и 0.4 Активное вещество, лекарственное форма, Ловита форма выпуска, упаковка и состав препарата Ловита. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой розового цвета, капсуловидные, двояко-выпуклые, на поперечном разрезе светло-желтого цвета. С микрогранулами белого и красно-бурого цвета. 1 ТАП. Ретинол ацетат 5074, 98-мей альфатокоферол ацетат, вид. Е, 49, 2 мг тиамина мононитрат, вид. В1, 4, 26 мг аскорбиновая кислота, вид. С, 109, 8 мг рибофлавин, вид. В2, 3, 72 мг передоксина гидрохлорид, вид. В6, 53, 46 мг фолиевая кислота, вид. В1, 26 мг цанакобаламин, вид. В12, 15, 6 мкг биотин 0, 78 мг битокоротин 3, 42 мг магний, в форме оксида, 79, 98. Мг цинк, в форме оксида, 15 мг селен, в форме натрия селената, 49, 8 мкг вспомогательные вещества. Целлюлоза микрокристаллическая до 0, 6 г, лудипресс ЛЦЕ, лактозы моногидрат 94, 7, 98, 3%, повидон 3, 4%, 0, 3135 г, крахмал. При желатинизированной 0, 0,525 г, куповидон 0, 0,525 г, кроскармелоза натрия 0, 0,210 г, кальция стеорат 0, 0,1 0,5 г. Состав оболочки, ападрай 2, серия 85, 0, 0,5 г, 10 шате. Упаковки ячейковые контурные, 3 пачки картонные. 10 штат упаковки ячейковые контурные, 10 пачки картонные. Клиника фармакологическая группа, поливитамины с макро- и микроэлементами фармакотерапевтическая группа, поливитаминные средства плюс мультиминерал фармакологическое действие. Механизм действия препарата определяется витаминами и минералами, входящими в его состав, которые принимают участие в регуляции метаболических процессов и нормализации трофики тканей, образовании ферментов и структурных компонентов тканей, нормальном функционировании органов и систем организма. Ретинол, витамин А, участвует в синтезе белков, липидов, мукополисахаридов, необходим для нормальной функции глаз. Тиамин, витамин В1, необходим для синтеза нейромедиатора ацетилхолина. Рибофлавин, витамин В2, участвует в процессах биологического окисления и энергетического обмена. Передоксин, витамин В6, участвует в углеводном, липидном и белковом обмене. Нарушение метаболизма и снижение передоксина гидрохлорида в организме происходит при длительном приеме женщинами детородного возраста. Пероральных контрацептивов Цианокабаламин, витамин В12, участвует в синтезе нуклеиновых кислот, оказывая влияние на процессы кроветворения. Нарушение метаболизма и снижение цианкабаламина в организме происходит при длительном приеме женщинами детородного возраста пероральных контрацептивов. Аскорбиновая кислота, витамин С, участвует в окислении биологически активных веществ, регулирует обмен в соединительной ткани, углеводной. Обмен, стимулирует образование стероидных гормонов, повышает всасывание железа в кишечники. Альфатокоферол, витамин Е, является природным антиоксидантом, поддерживает стабильность клеточных мембран, защищая их от повреждения. Фолиевая кислота, витамин В9, стимулирует эритропоиз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот. Биотин, витамин В7, витамин Н, входит в состав ферментов, регулирующих белковый и жировой обмен, участвует в синтезе глюкокиназы. Витакаротин – антиоксидантное средство из группы каротиноидов, природных ретинол-подобных веществ. Витакаротин обладает выраженными антиоксидантными свойствами и защищает клетки от повреждений активным кислородом и свободными радикалами. Фиксируя активный кислород, прерывает цепные и свободно-радикальные реакции и защищает макромолекулы и биомембраны клетки от повреждения. Тем самым обеспечивает повышение резистентности организма к различным патогенным воздействиям. Также является предшественником витамина А. Магния является кофактором многих ферментов, необходим для поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия. Цинк входит в состав многих ферментных систем, обеспечивает синтез инсулина и других гормонов, необходим для регенерации тканей, участвует в метаболизме и стабилизации клеточных мембран. Силен – микроэлемент, входящий в состав всех клеток организма, важнейший элемент антиоксидантной защиты, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов показания к применению. Гиповитаминоз и недостаток макро- и микроэлементов, профилактика и лечение. Состояние, связанное с повышенным потребностью в витаминах и минеральных веществах, недостаточное и несбалансированное питание. Интенсивные умственные и физические нагрузки, проведение антибиотикотерапии, период выздоровления после перенесенных заболеваний, длительный прием пероральных контрацептивов женщинами детородного возраста. Способ применения и дозы внутрь, после завтрака, не разжавывая, запивая небольшим количеством воды взрослым по одной таблетке в день. Длительность приема препарата 30 дней. Повторные курсы по рекомендации врача. Побочное действие аллергические реакции, возможно, крапивница. Со стороны ЖКТ, возможны тошнота, диарея или запор, дискомфорт в эпигастрии, не требующие отмены препарата. Противопоказания к применению. Гипервитаминоз витамина А, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозогалактозная малябсорбция, детский возраст. До 18 лет, повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью, применять при тяжелых поражениях печени, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Применение у детей противопоказан детям до 18 лет. Особое указание. Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что объясняется наличием в препарате рибофлавина. Не принимать одновременно с другими витаминами препаратами увеличивается риск передозировки. Влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнять работы, требующей повышенной концентрации внимания не оказывает. Влияние на управление транспортными средствами и выполнение работ, требующих повышенной концентрации внимания. Лекарственное взаимодействие. Витамин С усиливает действие и побочные эффекты антимикробных средств из группы сульфаниламидов, в том числе появление кристаллов в моче. Витамин В6 снижает выраженность действия леводопы. В случае необходимости приема других лекарственных препаратов в сочетании с лавита, между приемом следует соблюдать интервал около 2 часа.